добрый вечер ну что ж я психотерапевт александр данилин да и мне тоже нужны сказки и поэтому иногда иногда вместе с вами я достаю из коробок древние вещи вещи над которыми мне уже доводилось размышлять но когда которые всегда будет в душе сказку какой-то трепет и истории которые появляются вместе с ними истории истории идей вот зеркальце вот она на камеру маленькая древняя зеркальце скифа сарматского периода все эти зеркала бронзовые зеркала использовались в магических ритуалах все они служили для защиты для отражения злых сил и поэтому порой на бронзовых зеркалах с обратной стороны изображалась самая важная идея которая была в жизни древних людей что перед нами ты в общем все то та же идея о которой мы говорили в предыдущем стриме на тему артефакты и архетипы в центре главный бог солнца и на периферии он распадается на две части на свастику и традиционный знак бога или глазок очень часто такие глазки два круга один в центре другого использовались викингами кельтами скифами что же означает это зеркальце в общем мне кажется ровно то что обозначено в названии нашего нашей сегодняшней программы материю и энергию бог творец создатель материального мира и бог как чистая энергия именно энергию на самом деле с древнейших времен обозначали обозначал символ свастики я столько разного всякого извлек что теперь не могу найти ну ладно найду покажу фотографию вот например терракотовая керамическая свои свастика найденная в карачаево черкесии что это такое это талисман энергии дающий внутреннюю силу владельцу правда он носился с собой и давал человеку силы что такое сегодня до материи энергия между прочим очень сложная история потому что оба термина крайне неоднозначны вообще эти два понятия не принадлежат к одному классу и не должны по мнению физиков образовывать представление человека какую-то пару во вторых никто не знает что такое материя ее существует множество разных определений из научной литературе и в научной популярной и каждое определение охватывает лишь определенное подмножество частиц то есть слово материя означает что всегда какое-то вещество но какое именно зависит от контекста того определения который дает дает автор но энергия более однозначный термин только он не вещество это то свойство которое есть у вещества вообще надо сказать что физики после 1973 года все вещество вселенной состоит из полей и их частиц частицы это собственно говоря возмущение полей то есть поле возмущается и в нем появляется энергия а значит и частица и это все все сегодня невероятно сложно потому что материя это собственно говоря все что движется со светом со скоростью чуть ниже скорости света не буду да хорошо я не буду перечислять частицы и что-то такое еще вспомню лишь ирина петровна блаватскую которая в конце девятнадцатого века говорила цитирую одно несомненно когда человек откроет вечное движение он будет состоянии понимать по аналогии все тайны природы движение продвижение прямо пропорционально сопротивлению конец цитаты энергия это вечное движение что-то такое что существует только в математическом виде в определении разных полевых структур после 73 года и каким-то образом не только блаватская в конце девятнадцатого века очень во многом между прочим как бы прикасалась к определениям современной физики это просто поразительно если читать ее не предвзято отбросив отбросив некоторую архаичность языка для нас но вот вещи которым ну совершенно точно больше полутора тысяч лет вот еще одна замечательная вещь вот она это скифская бляха два парных оленя не волнуйтесь что я сейчас покажу фотографию она просто большая так у меня получилось ну вы видите да вот в середине морды дальше небольшие тела переплетаются огромные рога удивительная штука и очень люблю и конечно можно подумать что это ну любовь двух животных однако как вы понимаете оба оба оленя не самцы поскольку у них длинные ветвистые рога напоминающие облака или ветер уходящий куда-то вдаль так вот для северных народов а это сибирская бляха несомненно то есть для народов знавших оленей они всегда были божественными животными это тотем оленей ну можно сказать прямо в прямом смысле этого слова были богами почему ну потому что на их головах они несли фантастической красоты корону она же антенна как сказали бы мы сегодня антенна божественному и поэтому наверное эти животные воспринимались как гермес греческих мифах как посланники богов или как земные боги по поведению которых можно угадать будущее с которыми можно разговаривать которые способны передавать человеку послание богов так что же это за два бога сплетенных в единое целое на древней бляхе в общем наверное один бог это бог материи нашего мира в другой бог энергии или нереального один действует в реальности другой отражаясь ведь это это эти два оленя их можно почувствовать и принять как отражение правда скажем в воде другой это мир нереального мир снов шаманский мир как бы ее показать ну вот она она довольно крупная бляха действительно поэтому она заслуживает такого большого изображения ну вот я не сделал фотографию простите тут нечего фотографировать это шаманская стрела стрела который использовал шаман сибирский в своих ритуалах ржавая совсем ну просто стрела что означает такая стрела ну она направлена в два мира правда один мир реального материальный мир а другой мир чистой энергии мир нижней или верхней тот мир с которым шаману предстоит взаимодействовать если хотите да такой и не ян шаманском отражение символ очень простой в чем-то в чем-то правда он именно своей простотой совершенно потрясающий берешь его и появляется ощущение присутствия этих двух миров не только материального но и другого который присутствует в нереальности или где-то в структурах нашего воображения само полевое представление современной физики на мой взгляд означает что у полей есть какие-то какой-то источник должно если существуют поля и они являются основой физики то должно существовать и что-то за пределами того что ученые называют сейчас материальную вселенную ну это называют сферой вероятности квантовым полем царством чистой энергии параллельной вселенной и вообще по-разному и вроде как должно существовать царство более высоких вибраций в котором есть только честь чистая энергия и нет ни физической материи не тех самых не той самой физической энергии которая является свойством объектов возможно именно вибрационные свойства этих чист чистых волн энергии проявляются как субатомные частицы которые потом формируют строительные блоки всей материи или физические волны энергии такие как свет мы медленно подходим к тому о чем много раз говорили современная физика с ее две его ветви на которых сидит бог напомню что это домашний алтарь из индонезии очень похожий просто до удивительного на ирменсуль скандинавов совсем другой страны земного шара и вы наверное помните что один из этих миров земной как бы твердой материи а другой мир огня огненный мир по наиболее традиционным представлениям скандинавов я к сожалению не знаю на основе каких индонезийских представлений был создан этот домашний алтарь резьба по кости тут стоит у меня на столе и вы края его периодически видите все время боюсь его разбить проходя мимо но скажите мне пожалуйста это самое древо ирменсуль вам ничего не напоминает вот еще один артефакт как бы мне поменять его расположение вот если вы посмотрите поближе повнимательнее собственно говоря оригинал конечно я тоже могу показать ну это задняя сторона зеркала вот она подумайте ничего здесь не обращает на себя внимание это древнее бронзовое ритуальное зеркало ну как мне лично кажется она откуда-то из северной индии потому что точнее сказать не могу и как видите на нем изображена звезда ну и вы знаете что в эти довольно большой объект такой ну и вы наверное знаете что эти что знак звезды когда-то обозначал человека если вы присмотритесь повнимательнее то это зеркало страшно интересное потому что вот говоря по-русски эта звезда в центре образована прочеканенными пятью буквами т видите измените чуть-чуть взгляд ну что ж говорят мы снова в эфире по моему если я не ошибаюсь то я остановился этой маленькой штучки которая височное украшение не знаю как его правильно на себе расположить вот так как бы сейчас покажу просто у меня неуклюжие фотографии очень большие ну вот видите как мы переливаемся из одного мира из одной бесконечности которая мир реального бесконечность которая мир нереального в это тоже скифско-сарматские украшения как мне кажется совершенно замечательно вы спросите ну хорошо док а какое это имеет отношение психологии и психотерапии вот это наши представления о мире материи и энергии или реального и нереального ну я для примера просто почитаю текст из эрвина штрауса эрвин штраус это психиатр первой половины двадцатого века один из основателей экзистенциальной психиатрии не буду рассказывать о нем подробно потому что вообще экзистенциальная психиатрия бен свангер штраус это очень интересно но это тем для отдельного разговора вот что он писал что-то писал между прочим для того чтобы объяснить что такое галлюцинации что-то происходит со мной в сенсорном опыте цитирую я когда я открываю глаза то в них попадает солнечный свет я вынужден видеть слышать обонять в моем существовании между жизнью и смертью бытием и небытием бытием и небытием мне препятствуют угрожают или меня защищают я действую не как беспристрастный сторонний наблюдатель за происходящим я ощущаю энергию этих вещей они реально для меня я участвую в этой игре раз разными способами захваченные событиями в логике реальная и нереальная противоположности принадлежащие одному классу если в утверждении используется слово реальное то тем самым подразумевается существует что существует равный ему эквивалент определение нереальное в сенсорном опыте нет эквивалента реальному все что попадает в сенсорный опыт появляется там как реальность она чувствуется в его действии и действительности не реально не реальность фантазии снов образов нужно показывать только последующая рефлексия может открыть нам содержание нереального в реальном некий наш мираж иллюзию реальность сенсорного опыта непосредственно она не достигается при последующем обдумывании как утверждение о некоторых событиях она не является концептуальной оценкой изначально индифферентных данных в действительности реальность сенсорного опыта означает не порядок и взаимодействие вещей а в каждый момент времени их связь со мной и всем этим стримом я конечно демонстрирую именно именно такое отношение к вещам поскольку я не могу в точности вы из по воспроизвести мысли тех людей которые их создавали и вот это постоянное о чем собственно почему я именно штрауса цитирую я цитирую штрауса потому что вот это самое нереальное или энергия по сути является тем процессом который мы именуем творчеством только свойственным для каждого человека понимаете какая интересная штука в каждом нашем поступке присутствуют реальное и нереальное и при этом нереальное воображаемое ожидаемое проецируемое как совершенно точно определил это фрейд является проявлением нашей энергии нас как элементарные частицы общества или нас как объекта конечно рассказывая о вещах я одновременно рассказываю о себе правда о своих их и обо всем остальном и в этом проявляется моя энергия я могу страстно влюбиться жить в женщину и женщина может страстно влюбиться в мужчину любовь может быть ошибкой может конечно но она несомненно энергия любовь это наше субъективное отношение к некому человеку который существует в реальности да мы проецируем себя на любимых нами людей на любимые нами вещи но без этого невозможно жить потому что это и есть проявление энергии огня который загорается в нас когда мы любим кого-то или что-то когда мы увлекаемся чем-то и это одно из главных правил жизни на самом деле которая чувствовали чувствовала огромное количество разных культур и чувствовала по-разному вот маленькая бляшка скифского происхождения ну или сарматского обратите внимание в ней на ней изображен кадуцей ну тот самый жезл гермеса который позже стал символом медицины вообще я думаю что это может быть это бляшка вообще может иметь какое-то отношение к медицине почему ну потому что здесь нет никакого гермеса а как вы видите кадуцей организованный по принципу того же ирменсуля да и змеи которые его обвивают стертые немножко ну что же делать и и его самая главная вершина это та же самая буква т или то же самое древо ирменсуль материя и энергия а птицы у каждой культуры свои птицы в любом случае представляли собой обиталище обиталище посмертное обиталище человеческой души именно поэтому мечтаем о полете считали древние и точно так же как душа наша разделена на две части потому что одной частью она воспринимает внешнюю реальность а другой ту самую энергию те самые мечтания или то самое творчество жизни в котором и проявляется наша энергия у каждого из нас а не только у творческих людей так вот скифы по всей видимости верили в то что есть две главные части души одна поглощенная материальным а другая поглощенная божественным священным или энергией и и что по смерти точно так же да это египетское представление о птицах ба там правда их было семь и семь разных тел и семь разных птиц которые представляли разные части человеческой души это ведь так правда у нас есть две части души и мы отчетливо это чувствуем в жизни одна часть души всегда оправдывает другую часть и поэтому они представляют собой круг как бы некоторое единое целое о змеях мы еще с вами как-нибудь поговорим отдельно однако здесь они имеют в виду именно это и смысл этой истории он заключается в том что мы мы эти две части души знаем знаем мы их из элементарной психологии одна из них поглощена в выживание в материальность в зависимость вот доходов а другая в мечты как видите древние вполне возможно были бы вполне возможно были бы удивлены нашему невежеству в отношении того что это в общем две разные души человеческие вот странный амулет культуры хуншань сейчас покажу большую фотографию это его реальный размер интересная штука правда как бы два зверя которые смотрят в разные стороны и образуют что-то вроде нечто похожее на человеческий череп ну или на маску бога вот ну например такой старинный китайский амулет из кости она не похожа на слоновую возможно костьяка это на самом деле наиболее традиционное наиболее древнее изображение двух китайских собачек львов тоже вы наверное знаете о них это собачки фо или фу которые представляют собой некую смесь пекинеса и льва вот а почему из этого делались амулеты потому что считалось что дух и силу льва собаки или собаки фо можно привлечь в подходящее изображение этого животного просто с помощью искренней просьбы о его присутствии и такая безделушка станет стражем соответственно дома или человек мы просто никогда не задумываемся о том что есть некая двойственность в этих самых их обязательно две они парни парные и в буддизме которые изображаются шаром под одной лапой и в более древних их изображениях ну вот еще ближе к нам это такая десятого наверное одиннадцатого века скандинатская подвеска со знаком Рюриковичей подвеска которая в общем как я понимаю стала гербом современной Украины ну вот на ней все то же самое древо герменцуль и растущий из нее бог или синтез и даже с обратной стороны находится что-то похожее только только конечно же этот рисунок древа надо перевернуть так часто бывает с изображениями на обратных сторонах всевозможных амулетов но и это еще далеко не все ну вот я к сожалению не сделал фотографии поэтому я показывал просто уже в каком-то видео этого бога это древнеегипетский бог и зовут его бес да вот именно его мы боимся хотя откуда это слово проникло в русский язык не очень понятно но интересно на самом деле сам бес это ну хранитель домашнего очага я хочу обратить внимание на то что конечно же это появлялась эта двойственность проявлялась в телесности во всех древних изображениях или статуях которые вы найдете такую открытую позу широко расставленные руки и ноги вот вы увидите всю ту же двойственность он властелин и материального мира и снов древних египтян он охранял и их богатство и их сон покой и мечты и поэтому поэтому да он всегда мило улыбается ну конечно вы можете найти его изображение в большом количестве в сети ну вот видите еще кроме того он двуполый у него есть женская грудь отсутствуют мужские половые признаки все кроме бороды борода на месте и поэтому конечно же это тоже выражение двойственности оно считалось привлекающим энергию для жизни и потому защитным такое двойное изображение ну вот тоже где-то они уже потерялись где мои ручки вот это крошечный амулетик ну небольшой с сначала руки руки которые воспринимались как защитные амулеты их было две и каждая из них означало что-то свое одна рука была из темного металла другой из белого другая из белого вот сразу в двух сферах существования должны были защищать такие амулеты тоже скифа скорее сарманского происхождения одна рука из более темного металла другая из более светлого вот он такой крошечный амулетик ну на мой взгляд очень интересный именно именно этой своей двойственностью а еще ну конечно где буква т или тау там и христианский крест и особенно это интересно и заметно на замечательных просто удивительных на мой взгляд русских иконах не очень частом сюжете который называется спас благое молчание вот это поморская работа по кости сейчас я покажу фотографию вот он такой на фотографии видно лучше это поморская работа по бивню мамонта скорее всего 19 века конечно старообрядческая потому что это в первую очередь старообрядческая икона мне студия говорит что опять был подрыв записи но вроде сейчас все работает нормально так вот обратите внимание на позу рук спасителя на иконе ангел благое молчание ну на всякий случай хорошо потому что вы можете не знать вообще этого сюжета это Христос из пророчества Исаии то есть из Ветхого Завета пророчества из книги пророка Исаии в которой он понимался как будущий да как будущий мессия который еще не пришел на землю но придет то есть это Христос в образе ангела до своего земного существования а стоит ли вспоминать ну Исаия 42 2 писал о мессии не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах трости надломленные не переломит льна курящегося не угасит и будет производить свой суд поистине подлинно великий совет тихий тихий совет который человек слышит в глубине своей души он не будет слышен слышен на улицах но будет слышен душой которая желает услышать его не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах и опять между прочим и эти ручки сарматские и видите вызолочено у ангела благое молчание лицо и восьмигранная восьмигранная аура над ним и высвечено у него лицо и руки лицо пребывающее на мой взгляд в таком понимающем покое но я вам могу сказать следующее если вы сложите руки так как они сложены у него сделаете похоже то есть и закройте глаза и посидите ну хоть минуту в позе в которой вы как бы принимаете реальное и нереальное и материальный мир и свой внутренний мир как некое единое целое то вы тогда почувствуете что что-то у вас внутри успокаивается сам жест само соединение рук в некоторые позы мудрые в индии вдруг вызывает чувство внутреннего покоя попробуйте еще конечно да забавные вещи в руках пожилого мужика это бусины так называемые вативные бусины ну не смейтесь некоторые их собрания есть и в Эрмитаже как бы поскольку это финикийское стекло ему тоже больше двух тысяч лет и поэтому сохранные бусины попадаются редко и это финикийский бог вот такой забавный на бусине они были достаточно дорогими ему приносили богам эти бусины в качестве подношений и просьб и служили они вот такие двойные как бы защитными амулетами так и хочется сказать двуликий Янус помните у Стругацких а Янус Полуэктович и у Янус Полуэктович в понедельнике который начинается в субботу но на самом деле нельзя быть уверенным это финикия что это Янус ну и конечно этот бог с двумя ликами он он как раз и говорит о том что я забочусь когда я прошу 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 Бога поднося ему эту бусину я прошу его видимо о том чтобы мои материальные дела и моя вера в данном случае энергия это конечно вера в христианстве напомню она не отличается от любви чтобы и та и другая область моей жизни шла хорошо ну и еще из так чтобы вы опознавали эти знаки вот могу еще одну фотографию бусины поближе показать еще одна знаменитая тема это лев и единорог в данном случае это отечественная чернильница в конце семнадцатого начале восемнадцатого века были в моде у нас эти изображения перстни со львом и единорогом ну вот она в ее подлинном размере она носилась писарем на груди в качестве в том числе и украшения сделаны из бронзы с двух сторон борьба льва и единорога единорог и в том числе конечно на гербе британской империи и вообще с древнейших времен единорог это символ чистой энергии приходящей к человеку а лев конечно символ власти самой что ни на есть власти над материей и поэтому это ну если хотите ровно тот же ирмин цуль или та же самая буква т получающая свое дальнейшее развитие ну вот а самое известное конечно сами понимаете у меня такого в коллекции быть не может самое наверное известное изображение дамы с единорогом находится в со львом и единорогом находится в парижском музее клюни знаменитая серия гобеленов начала начала шестнадцатого века их там шесть и в каждом рисунке присутствуют лев и единорог прославляющие естественно прекрасную даму что означает что неизвестные авторы картонов и гобеленов как бы восхвалял ее как властительницу и в материальном мире свою свою властительницу они были подарены эти гобелены прекрасной даме так и властительницу любви и энергии жизни дарителя это прекрасные гобелены и я думаю что будет очень здорово если вы когда-нибудь сможете о них почитать и посмотреть их на большом экране и вообще будем надеяться что да когда-нибудь мы снова сможем оказаться в парижском музее клюни после всех этих наших эпидемических историй видите единорог как бы доминирует над любом потому что доминирует любовь доминирует энергия нереального энергия света что главное в отношении мужчины к этой женщине это несомненно любовь ну а материальные аспекты они подразумеваются вот что с ее материальным благополучием тоже будет все хорошо но главная любовь хотя иногда она да заканчивается как-то так но но зато всегда начинается как-то по-другому вот на что же это такое и что это за мир материальной энергии то есть тот самый мир который обозначается в основном свастикой правда вот есть у меня еще одно зеркало это видимо китайское происхождение где она вот она в реальном мире тоже довольно крупное бронзовое зеркало на нем пара фениксов точнее их голов и пара драконов и опять же если вы присмотритесь внимательно то увидите что их их слово да извините заговорился их сочетание образует свастику пусть не очень отчетливую но возникает впечатление движения того самого физического движения на котором мы говорили в начале как это выглядит этот мир движения наверное вы тоже все знаете выглядит он как мир чистого света возможно сходные идеи писал мерча или ада или во всяком случае предчувствие этой грандиозной концепции по которой космогония есть не что иное как проявление света относится древнейшие эпохи кумарасвами сопоставил санскритское слово лила означающая игра и особо космическая игра с корнем лили что значит пылать мерцать или блистать этот глагол может передавать в понятие огня света или духа точно так же как свастика обращаю ваше внимание и так представляется что индийская мысль верно уловила некоторые связи между сотворением космоса понимаемым как божественная игра с одной стороны а с другой стороны игрой огня сверканием костра в котором достаточно дров очевидно что сопоставление картины сотворения космоса как божественного танца и картины танца огня вы помните что одно из один из стволов буквы Т или одна из ветвей древа первичного древа это огненная мир огня божественного танца и картины танца огня оказалась возможным только потому что огонь с древности рассматривался как образец эпифании или проявления божества в Индии огонь и свет символизируют космическое творение и самую суть космоса именно потому что вселенная понимается как свободное проявление божества или в конечном счете его игра кстати говоря если мы вернемся к первому зеркалу вот этому с буквами Т если вы присмотритесь то вы заметите что похоже я не уверен на сто процентов но под каждой правой с точки зрения нашего взгляда веточкой видите букв этих которые я называю буквами Т под каждой правой веточкой знак огня знак огня и пять этих знаков находятся вокруг центрального центрального круга на зеркале ну и уж само собой разумеется что зеркало тесно связано с ощущением света но я думаю именно из-за этих знаков что это индийское зеркало потому что именно обозначено огненное да начало творения очень интересно просто продолжить читатели сходную точку зрения обнаруживает параллельная серия образов и понятий выкристаливавшихся вокруг понятия майя космическое творение божественная игра мираж иллюзия которую магическим способом творит божество известно что понятие майя имело большое значение в развитии индийской антологии меньше внимания уделялось тому факту что разорвать покровы майя проникнуть в тайну космической иллюзии это прежде всего то же самое что постичь игровой характеры этого начала то есть свободной спонтанной деятельности божества и следовательно повторять божественные жесты достичь свободы парадокс индийской мысли заключается в том что идея свободы настолько вмонтирована в понятие майя то есть понятие иллюзии и рабства что для того чтобы для нее добраться необходимо проделать долгий окольный путь в сущности достаточно постичь глубинное значение майя божественной игры чтобы улыбнуться и очутиться на пути к освобождению очень может быть что очень может быть что именно для постижения этого иллюзии игры бесконечной игры света и огня в человеческом сознании и существовали эти светоотражающие бронзовые зеркала поскольку правда правда они через отражение давали ощущение иллюзорной игры света как минимум ну и если уж мы как-то краем глаза обратились к Индии то вот еще из илиада для индийской мысли свет увиденный в мистическом откровении это синдром трансцендентности здешнего мира мира не посвященных существующих по законам об условленности внешним миром и не понимающих его противоположной стороны света и достижения другой сферы существования сферы чистого бытия божественного начала высшего знания и абсолютной свободы это главным образом знак откровения высшей реальности лишенной каких бы то ни было свойств вот почему она переживается на опыте как яркий белый свет который вначале ослепляет а затем человек исчезает в нем и растворяется бесследно и появится в этой реальности может только по своей собственной воле ведь следы связаны с персональной историей индивидуума следовательно с памятью об эфемерных и в сущности реальных событиях то есть теми элементами которые не имеют ничего общего с бытием тот кто встречает свет и узнает себя в нем достигает трансцендентного существования которое мы не в силах себе мы можем понять только что для нашего мира человек погрузившийся свет в свет умер навсегда а также что он умер для всех остальных миров в котором возможно пост существование а и и и наверное последнее не знаю насколько я вас утопил ну вот например это это движение к свету у скандинавов вот это реально большая бляха и это конечно другое древо это древо Игдрасиль то самое древо на котором был распят бог Один и древняя лестница из девяти миров вверх по которым поднимается человек но как видите это стержневой путь и у него в обязательном порядке есть два ствола которые означают то самое те самые два мира мир абсолютного божественного света и мир реальности которые где-то наверху сплетаются ветвями и великий божественный змей ограничивая пределы познания миров очерчивая как бы границы вселенной ну вот опять заключение илиады и так как китайский путь мы тоже вспоминали чего открыть наверное 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 может быть два хуншайнских зверя есть цитирую я илиада процедура впитывания разноцветных дуновений происходящее по-видимому от еще более древней техники целью которой было поглощение дыхания солнца вот какие предписания дает неодоосийский трактат на заре от трех до пяти часов утра вмиг когда встает солнце сидя или стоя но сосредоточив свое внимание десять девять простите раз обратите внимание девять раз в честь девяти миров скрипнуть зубами из глубины сердца позвать свет солнца что блистает как жемчуг рассыпая зеленые отблески превращающиеся в красный ореол в красного отрока в таинственный пламенеющий образ потом закрыть глаза и держать их крепко зажмуренными медитируя о том что пять цветов которые суть в солнце распространяются в виде ореола и начинают касаться тела доходя снизу до обоих ступней а сверху до макушки кроме того сделать так чтобы в середине сверкающего облака возникло пурпурное дуновение подобное глазному зрачку конец цитаты такого же результата можно добиться если вместо дыхания солнца поглощать его образ символ солнца надлежит писать в квадрат или в круг а лучше всего свастичный образ и каждое утро повернувшись к востоку и держа бумагу я всегда смеюсь можно бронзовое зеркало повернувшись к востоку и держа бумагу в левой руке я в правой держу ссоре сосредотачиваться на нем таким образом чтобы он сам превращался в сияющее солнце потом следует его проглотить и сделать так чтобы он остался в сердце а вообще о техниках огня и о состояниях огня в разных культуре я очень рекомендую вам эту книжку она конечно есть в сети называется она мефистофель и андрогин это одна из самых блистательных книг написанных мерчей или ада ну вот я наверное сегодня успел показать все что я хотел и и я думаю что скользь упомянутой мной практики в общем на самом деле правда помогают выжить вечно непростые для человека времена как-то как-то сформировав подлинную реальность вот эту светлую реальность разноцветную реальность в своем воображении если вы попробуете то ли в шутку то ли всерьез это же лила огненная игра это сделать жить станет легче по крайней мере если воспринимать все это как упражнение даже вот некоторое желание правильно сложить руки и так посидеть и подумать очень помогает спасает от психических заболеваний честное слово и и как и размышления вот об этой первичной и вечной двойственности бытия ну просто напомню и простите что были перерывы ничего мы с этим не можем сделать спокойной ночи и и все и и